так привет друзья россияне вот дареньке было еще но у нее друзья по-английски так это что такое английского не знает молодежи ладно и так значит мы с вами начинаем грани так мы продолжаем общая тема у нас плелиста как называется для молодежи как-то да рядом со мной сидит девушка лера студентка она учится в абаканском колледже вот как бы ни она не было бы этой передачи и еще десятков подобных вот теперь придется сидеть и поневоле слушать о чем будем говорить в моих рядах моя секта знаете секты обозвали со злостью а я прочитал что такое секта секта это оказывается в переводе на нормальный язык это всего лишь коллектив единомышленников и вот этот коллектив все молодеет не зря тут лера сидит но техническая сторона на ней и вот теперь я решил так старики уходят я похоронил очень многих побросали дачи тысячи а когда-то все они были лера и печатался в крупнейших газетах все они были моими сторонниками и многие будучи старше меня пятидесятилетнего шестидесятилетнего на тот момент считали себя своими учениками вот теперь последний шанс это молодежь и мы даже кое-что в этом плане увидим но учеба началась это будет тот самый плейлист но как бы под серия так серия будет а может быть даже по-другому немножко будем их именовать придумаем название вот но главное это для молодежи c значит смысл такой я решил так это первого для начала чтобы поняли значит нудная скучная лекция это я не буду ли расспрашивать спит ли она на своих лекциях но подозреваю что спит и так делают большинство молодежи особенно когда по другие кто не спит у них есть теперь что разглядывать там под партой и так значит раз у нас молодежь я пришел перестроить саму саму-саму не будет никакой программы будет все фотографии подряд которая перемешана как карты после короля шестерка после шестерки валет и каждый раз будет новая тема но надежда есть что однажды новое задовольство железово все-таки быть признана но это будет делано молча это будет делаться со скрипом скрежетом зубовным и для начала это примет форму наверно факультатива вот и как это будет выглядеть сейчас еще по-другому попробую объяснить для первого хоть потеряю немного времени для первого занятия это очень важно вот человек попадает в другую среду у меня было как прослушала ваш курс лекции это правда одиннадцатый случай но я ничего не поняла а это там была последовательность четко выдержана от посева посадки и до получения урожая причем все все ничего не поняла не подготовлены мозги а молодежи они тем более не подготовлены сейчас совсем другая эпоха и молодежь уже думать никто не учит школа изменилась перешла на агэ а там думать не надо она сейчас называется по-русски угадайка и так каждая фотография новая тема почти все они так будут и перемешку как будто вы попали допустим вот английского надо как здороваться не знает лера да а попадет она например в лондон и придется этом задержаться мало ли там коронавирус границы перекрыты они от английского ни одного слова не ждать а вы знаете если даже она никогда ничего не читать по-английски не иметь словаря а просто прийти в сапожную мастерскую в аптеку вот показывать на пальцах то через год окажется человек заговорить вот я решил использовать этот принцип что-то в голове останется тут 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 и вы сейчас окажется в удивительном мире который не имеет себе равных потому что такой методики не используйте один человек ни один преподаватель в мире а меня уже давно называют учительом большей буквы гуру и прочее правда не всех к сожалению поехали и так все подряд и моя расшифровка причем большая часть окажется что нигде ни в одном учебнике нет ни один лектор не то что не читает такого он даже не знает об этом поехали этот длинный рассказ растянется на много-много десятки серий потянем ли он не знаю где-то буду к тебе обращаться просто как это поехали итак первая попасть фотография смотрим и так что мы видим она вот эти вот да во первых саженцы это мои рассказываю долго ну да ну так надо приезжает ко мне с красноярска так ничего то что я запрещаю вбивать металлические штыри от них мороз пропадает они пробивают дёрн пробивают защиту от мороза прямом смысле пробивают и корни замерзают они этого не знают а когда приехали засаживаться что я мог за 10 минут объяснить только чтобы посадить на холмы да самому сделать обрезку центрального штамма половину чтобы лучше пришлось бойся с корнями вот так вот было что получилось проходит несколько я многое про них запомнился скажу почему три года подряд проезжали внутри почему потому что у них все прошло хотя красноярска это в северне и казалось бы этого не может быть и не должно быть поэтому второй раз приехали и третий раз приехали и уже когда третий раз приехали уже вот это у них было вот что здесь вы видели плохое штыри отругал дальше такой момент да про то что центральная ветка была отрезана проводник для того чтобы эти ветки расстелались по над землей это все-таки сибирь это все-таки надо чтобы нижний ярус был закрыт все таки сибирь далее в тот момент им это понравилось я заработал гениальнейшим успеху и то есть идеально просто у меня было гениальное изобретение вырезал с комом земли саженцы это все потом увидите не сегодня не завтра может через полгода это серия бесконечная фотографии несколько тысяч только те которые надо обсудить и количество растет скажу мне эти получается так что вы где-то увидите у меня саженцы в коробке прекрасно комом земли который не рассыпается коробки чуть-чуть по краям добавлен на земле и в таких коробках уразили и я заработал такое авторитет еще на тот момент посреди безнадеги а когда не дойдет вообще до саженцев из посылок кто эти саженцы уже покупал узнает он будет валидол пить остальные будут говорить черт меня хорошо что я не купил это сам роскошные питомники а из роскошных питомник питомник железовых самый маленький можно позавидовать тем кто приобрел вот пожалуйста они приехали на жигулях я не избирать на память это запомнил за жигулем было прицеп такой знаете гремучий видимо без рессор или со слабыми рессорами я так старался ком земли коробка они должны были выкопать ямы и коробку поставить яму и в коробке посадить до сих пор нигде никто так не делал а это это горшков то не было я еще до горшков еще не дорос а в коробках уже было гениально то есть коробки садишь и это фактически ничем не хуже горшка а учитывая размеры что коробка была примерно вот показывает такая вот такая то сами понимаете это даже лучше горшка привозят звонят мне мы посадили все прекрасно только по дороге из-за этого прицепа все превратилось в труху самое настоящее то есть в эту чуть ли не в пыль когда они достали садуцы корни были голые на них земли не было вообще я расстроился но обрезка это было сделано уже надо было бы им еще сильнее обрезку сделать раз без земли ну откуда им это знать я же не мог научить каждого кто приезжал за саженцами а тогда спрос был настоящий день приезжал пяти до десяти машин и вот такой округе красноярск-качинск там минусинск-кабакат и вот получилось что я надежда продал только отругал вот за эти корни то есть все таки саженцы выжили несмотря на то что кома земли не было по мини когда они приехали всем превратилась труху из-за дороги а какие у нас дороги вы знаете это тоже мой саженец я сказал из-за этого руки пообрубают почему они обрубили вот эти вот это было так обидно да да я не обманул до урожай практически сразу ну-ка как бы им вот я в таких случаях вот эта фотография сделана 19 лет назад вот однажды я читал лекцию в сизинской школе там был музей имени рыгина сизая это шушенский район консервского края вот и мне там бог подарил три сорта как он мне подарил вот я перебрался через не все любыми способами не работала тогда еще этот самый маленький агэс вот и зимой и в этой зимой три раза мне сказали а вот на один случай перед вами а вот там у товарища орловых даже по мере за пол есть огромное сливы огромные сливы небольшая головы когда-то я вам покажу то что удалось вырастить а самое интересное я к тому обращаюсь к вам как любознательным людям вы должны все знать замечать и находить молодежь как я находил хотя был далеко уже не молод мне получалось 52 но я был еще садовым молодежью и так и так и так где фроловы дают адрес я прихожу вижу деть деревья правда того а огромные очень крупные даку крупные груши вот так было сказано я на заметку приходит весна зацветает вот потом смотрю у них три было таких саженца два мертвые а это было самым разостойка за ты эту 37 лет живу самая морозная зима за 30 лет 40 41 42 45 долго и два было мертвых сливы а третья слива была мертва но на ней вдруг зацвела одна ветка вот она перед вами и к осени она покрылась плодами правда в разу в три меньше чем до того она была то есть понятно дать побольше плодов побольше плодов почему дать побольше косточек почему это будущее детки вот дерево умирала оно было мертво на нем мертвом дереве была одна живая резко вот это естественно что на следующий год она не проснулась но веточка с него была взята а потом я восстановил это чудо приезжали журналисты прижало телевидение только что у нас другой порядок я просто сказал ищите и обращайте вот там пример того было еще два примера я там сизой обнаружил персик и этот персик начиная с одной поиски которым надо спасти в этот же это все когда я читал лекции вот этот персик стал размышленником целое целого класса персика по всей уже россии когда-то покажут чуть ли не все несколько десятков деревьев по всей россии я покажу начиналось все с одной поиски вот он пример а третий пример шелковицы но когда-то доберемся до нее идем дальше вот это вот поселок сезая тот самый это один из моих саженцев посажены поселки сезая вот пример того что если я читаю лекции причем это саженец подарены это не никуда я не продавала вот чем хорошо что подарены вот я читаю лекции а вы представляете или лектор помните этот юристические части рассказа бывает корова без молока но не бывает молока без коровы вот у меня все упало и корова есть и молоко есть то есть есть и знания и вот их воплощение это я горжусь тем что я не обманул человека вот это реальность это мой мой саженец бывший мой саженец абрикоса серафима вот это мой друг генисенко андрей вот это то что вы видели это ему подарил а вот это был старый старый сад который он частично вырубил потому что он так хотелось иметь новинки от меня так и выражайство у старого старого сада вот это было тот момент когда мы молодая портсель появились ну какая молодая 40 50 лет строители металлурги и энергетики вот эти три категории строители металлурги и энергетики мы построили город мы запустили гэс мы запустили завод и между делом первое поколение выращивало вот такое чудо вот но это был предел потом второе поколение это я возглавил так уж вышло я возглавил поневольно просто потому что больше всех говорю не потому что я я возглавил самый толковый ну самый такой энергично назовем пойдем дальше а вот это вот белый налив этот тогда это были боровинки белые наливы попировки что еще тогда было полкультурки ранетки вот а это вот досталось ему покупкой дома вот чижик николай иванович один из основателей я называю соногорского чуда в его саду я обнаружил слева показываю вы увидите уже моем саду до 100 грамм весом вот он был уже совершеннейший инвалид ходить не мог я ходил его сад рассказывал фотографии делал показывал он выходил только из дома на крылечко и садился дальше идти не мог вот каждое мое посещение было для него праздником и когда он умирал вспоминал племянница его говорила вспоминал в основной конституции если бы я знал он упал разбил голову потом второй наш уникальный садовод бородич Леонид Сапанович тоже глубокий инвалид упал разбил голову и когда это я уже возопил но в нашей стране для таких людей от них польза больше чем от всей академии наук с х наук с х хозяйственных наук больше они достигли большего они заглянули за горизонт для них должна быть красная книга когда такой человек заболевает вы должны брать на этот самый как вот недавно оттенкова потеряли быстротечная болезнь и смерть я же также вопил на весь этот самый интернет санитарный самолет кремлевскую больницу срочно доложите путину вот умирает современный гений садоводство равны Мичурину а вот для чего нужна красная книга если ты попал в нее то ты по крайней мере не умрешь от того что разбил голову и тебе некому оказать помощь это я говорю в отчаянии друзья вот это абрикос на участке который я прикупил в 2015 году а также росло три абрикоса все они были моими сосед купил один подарил два продал вот это как раз оттуда фотография вот один подарил два продал самый хеленький подарил на тебе боже он оказался лучшим вот ну и этого соседа я не обманул и ни копеечки с него зря не взял урожай будет до 20 евро вот эта фотография казалось бы причем переходим на обрезку ну давайте на обрезку эта фотография Гордиума Николай Ивановича она каким то образом попала на мой этот самый а мы вместе книгу делали мы выпустили десять тысяч экземпляров книги под названием умный сад как перехитрить климат вот и мы работали вот за этим компьютером он у меня прожил неделю вот спорили до отчаяния до ссор вот как правильно резать как правильно садить потому что мнения были поначалу противоположны мне кажется мне удалось убедить его вот и вот мне на память осталась эта фотография это называется обрезка на омоложение вот это важнейшее очень очень важные друзья молодые фотографии вы еще допустим сейчас вот не купили вот ну не купили и не купили а даже вдруг приспичило есть такое выражение вот хочу и все весна обострение вот и вы допустим видите что он находится на склоне вот где-то видите там машина кто-то строится а эту фотографию мне прислал человек наверное может вот этот может кто-то фотографировал а это просто прохожий просто прохожий но самое главное для нас это тень от него и вот он мне пишет Валерий Константинович пожалуйста скажите этот склон годится на посадку то есть тут старый заброшенный сад можно ли его использовать ну понятно можно мелочь проведить если это фруктовый деревик может сильную обрезку сделать и молодить вот и склон в одном случае может быть совершенно не пригоден что он может быть может быть не 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 Продолжение следует...